Я тебе вот так отвечу на этот вопрос. Многие годы изучая культуру Индии, я обнаружил, что наши языки... В Индии нет никакого основного языка. Сейчас там у них хинди и английский считаются государственными. Хинди в 80-х годах был принят только как государственный, английский еще позже. И на хинди говорит лишь половина страны. И во многих областях его не знают. Весь юг Индии не понимает хинди. Там тамильский язык. Вообще там 49 языков, а уж местных диалектов сколько угодно. Это почему я, например, не верю в великую империю индуистов. Потому что любой вменяемый император, он тут же бы... Он не стал бы приезжать куда-то и не понимать, о чем. И ждал закон, все, ну-ка все детки быстро пошли, выучили мой язык. Так вот, русский язык и санскрит, который на самом деле звучит как самскрыт. Они как брат и сестра, муж и жена. Они дополняют друг друга и базируются на одних и тех же корнях. На там безумное количество идентичных слов смысловых. И отрицать связь наших культур невозможно. Но тем не менее, что мы знаем из курса официальной истории про отношения наших двух стран. То, что в 17 веке был у нас мужик в лаптях из Твери, который чуть ли не пешком, значит, с товарищами погнал в Индию. И пришел, там, о, удивился всему, вернулся обратно. Потом 200 лет тишина. Потом в Астрахани у нас открывается индийское торговое представительство, которое через 100 лет своего существования насчитывало в себе 200 человек, по-моему. Если я не путаю. Когда это рассказываешь индусам про то, что они за 100 лет размножились до 200 человек, они ржать начинают. Потому что там полтора миллиарда, они множатся очень быстро. Он говорит, ну, не может такого быть. А когда еще читаешь официальную историю, чем занимались, чем торговали индусы в Астрахани, выясняется, что это были товары из Москвы и из Казани. И не из Индии. Значит, потом опять еще 100 лет проходит тишина. А потом, знаете, это все, что связывает наши две культуры вообще. То есть мы с Европой общались там как-то, вот те с новостью, воевали постоянно. Но язык не ассимилировался. Потом у нас, значит, Александр пишет какой-то указ, что якобы наша армия должна идти в Индию с британцами там что-то выяснять. Но наша армия так никуда и не пошла. Ничего выяснять не стали. А потом Советский Союз сразу. Мы едем в Дели, там и в метро помогать строить что-то еще, электростанции. Объясните мне, как же бабушки в русских деревнях говорят на санскрите? Это с какого это такого перепугу? Несомненно, мы чего-то не знаем. Несомненно, это что-то, это очень много. Только вот по этой зацепке мы можем уже говорить о том, что наша история неадекватна, минимум. Так что, а уж насколько она неадекватна? Ну, вот много лет я выясняю этот вопрос, и многих людей я знаю, которые тоже одержимы этим вопросом. И мы так до сих пор и не понимаем, насколько же она неадекватна. Михаил, наш пытливый зритель, я думаю, сейчас оставит очень дикий комментарий по поводу бабушек, говорящих на санскрите. Уточни, пожалуйста, немножко вот это вот. Объясню. Например, если вы включите телевизор и будете его смотреть, вы нигде не услышите, ну, я нигде не слышал, может, вы услышите, такого замечательного старого русского слова, как баловаться. Это слово есть в санскрите. На санскрите, поскольку это образный язык, это официально образный язык, что в русском языке было отменено указом Луначарского в 18-м году, первое, что решили сделать. На этом образном языке каждое слово обозначает несколько смыслов. Их может быть очень много, там, десятки даже смыслов. Зависит от контекста и от других слов, которые употребляются вместе с ним. Так вот, слово баловаста означает детство, сила и мощность. И если мы хоть на секунду задумываемся о том, что такое баловаться, мы поймем, что это детство, сила и мощность. Таких слов я могу вам сутками рассказывать. Их очень много. И они очень простые все. Достаточно открыть гугл, просто написать русский и санскрит, как сразу вам эти таблицы вылетят. Посмотрите. Поэтому и куча, кута, кутята бабушки наши говорят. Кута это собака на санскрите и на хинде до сих пор. Кута. Все индусы знают это слово. Ананас. Никакого пайнапола. Ананас называется этот фрукт. Так что не вижу сейчас смысла приводить все эти слова, чтобы только не было каких-то комментариев. Любой человек может самостоятельно в этом убедиться. А как вообще, ты думаешь, произошло разделение двух государств? Русь, Россия, Тартария, сейчас названий очень много. И Индия. Тем более, опять же, если мы посмотрим просто на людей. Ну вот, белокурые, голубоглазые, темноглазые, темноволосые и абсолютно другие люди. Индусы очень разные. Они делятся на два принципиально разных типа по виду своему. Это северные индусы и южные индусы. Южные темные, северные есть такие, что это, ну, они прям светлые и голубоглазые. И вообще, каких там только нет. Это в основном интеллигенция индийская, которая сейчас там находится. А Индия – это не настоящее название этой страны, между прочим. Это название выдумано британцами. И это знает почти вся Индия. И на многих товарах там даже написано не «Made in India», а «Made in Parade». Парад называется эта страна. Брат. Это ее истинное название. И это название есть и на аэропортах, и на… ну, везде. Так что разделение культур не только наших двух стран происходило ранее, а вообще всех стран. Когда и как, ну, вот этот вопрос уже гораздо более сложный. На него так однозначно ответить я не берусь. Но я думаю, что это было жестко, решительно и планомерно. Вот часто говорят, ну, практически везде, там, и по Рену, и по другим там научно-популярным программам, а вот в этом городе Махенджидаре знаменитом. Приходилось ли тебе, ну, наверняка, раз интересовался этим темой, пытался собрать информацию о Махенджидаре. Приходилось ли там лично бывать? Если не был лично, может быть, кто-то из знакомых был, что там действительно осталось? То есть это действительно город разрушен некой силой, или это, как говорят ученые, эрозия? Извините. К сожалению, вся информация только из сети интернет, поскольку вот уже несколько десятков лет Махенджидаре, это не Индия, это Пакистан, там достаточно серьезная ситуация напряженная между этими двумя странами. И попасть туда из Индии нет никакой возможности. У меня есть знакомый, который попадал туда из России на автомобиле, но он тогда не знал еще о загадке этого места. Поэтому, но та информация, которая есть, и фотографии, там же, ну, это уникальное место, там есть эпицентр с оплавленным кирпичом, с тектонитой, по-моему, правильно они называются. Тектиты, да. Тектиты. Но только то, что в сети интернет можно найти. Сам я лично не бывал. Я ездил по храмам.